Всем привет! Это Клин Адреналин на самоизоляции, но мы все равно рассказываем все самое интересное о спорте и активном образе жизни. Сегодня в этом выпуске вы узнаете, что такое этноспорт, три истории великих советских спортсменов, в какие на столке поиграть на самоизоляции и что за эстафету такую мы придумали. Вот уже больше месяца Клин сидит на самоизоляции, но заниматься спортом дома никто не запрещал. Вот мы и придумали эстафету «Тренируйся дома Клин», чтобы мотивировать остальных на спортивные свершения. Смотрите, что у нас получилось. Всем привет! Самоизоляция – не повод не заниматься спортом, ведь мы можем делать это вместе, не выходя из дома. Смотрите. 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 Вот так мы все вместе занимаемся спортом и машем вам. Присоединяйтесь! Смотрите. 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 Делька недель до начала чемпионата мира разгорелся большой скандал. Молодого футболиста и двух его товарищей по сборной задержали по обвинению в изнасиловании. Эта история была очень странной и у многих вызывала сомнения в ее правдивости. Спортсмены отмечали какой-то праздник на подмосковной даче. С ними в компании были девушки, было выпито изрядное количество спиртного, а на утро две девушки написали заявление об изнасиловании, обвинив в этом футболистов Стрельцова и Огонькова. Последнего оправдали, а вот советского Пеле приговорили к 12 годам лишения свободы. За решеткой он провел 5 лет, после чего был освобожден досрочно. До сих пор о причинах того, что с ним случилось, выдвигают разные версии. По одной из них его обвинение было местью силовиков за отказ играть в «Динамо» и «ЦСКА». По другой его просто решили проучить за невероятную популярность в народе, звездную болезнь и поведение, недостойное советского футболиста. Но у спортсмена и правда был непростой характер. Его поведение называли чересчур развязанным и самоуверенным. Он часто ввязывался в скандалы и потасовки. Однако большинство тех, кто хорошо его знал, были уверены, на самом деле спортсмен был невиновен. Но даже, казалось бы, потеряв свои лучшие годы карьеры, Эдуард Стрельцов возвращается в футбол в 1965 году и продолжает играть за родное торпедо. Там он в первый же сезон выиграл чемпионат, а в 1968 году и Кубок СССР. За свои неполные 11 сезонов в клубе он сыграл 222 матча и забил 99 мячей, а за сборную СССР провел 44 встречи и отличился 27 раз. Карьеру легендарный нападающий закончил в 1970 году, после чего какое-то время работал детским тренером в родном торпедо. Лена Мухина с самого детства желала быть гимнасткой, а потому невероятно обрадовалась, когда в школе объявили набор в секцию ее мечты. Девочка сразу же поразила тренеров своей работоспособностью и безудержным желанием добиваться практически невозможного. За это и полюбил свою воспитанницу тренер Михаил Клименко. Ее называли Тихоней, говорили, что у нее не хватит спортивной злости в нужный момент, а тренер отмахивался, настаивая на удивительные работоспособности девочки и ее особенности осваивать сложнейшие элементы. Елену Мухину считали надеждой советской гимнастики и потрясающий чемпионат мира 1978 года оправдал надежды в полной мере. Сложнейшая программа Елены сделала свое дело. В 18 лет она стала абсолютной чемпионкой мира, опередив всех, кого можно, и даже своих грозных соперниц по команде. Впрочем, вместе с ними Мухина также стала чемпионкой мира в командном зачете, а в отдельных упражнениях еще и собрала полный комплект наград. После этого ее тренер Михаил Клименко стал готовить спортсменку к ее первой Олимпиаде. Подготовка была очень серьезной и отнимала у молодой гимнастки все силы. По словам очевидцев, тренер к ней был суров и даже жесток. Не обращая внимания на серьезную травму, он все время увеличивал нагрузку. Осенью 1979 года гимнастка сломала ногу на показательных выступлениях. Полтора месяца Елена проходила в гипсе, но потом выяснилось, что кости разошлись и накладывать его пришлось заново. Тренер же не мог уже ждать и заставил Елену тренироваться с травмой ноги. Эти обстоятельства и стали для талантливой фигуристки роковыми. В июле 1980 года на подготовительном сборе в Минске Елена решила исполнить новый сложнейший прыжок с приземлением головой вниз и кувырком, но полученная ранее травма от толчковой ноги помешала ей оттолкнуться с необходимой силой и девушка просто врезалась головой в помост, сломав позвоночник. На этом закончилась и спортивная карьера, и полноценная жизнь 20-летней гимнастки. С тех пор она была прикована к инвалидному креслу и перенесла множество операций, но поставить ее на ноги так и не удалось. Бывшая спортсменка пережила тяжелейшую депрессию и скончалась в 2006 году в возрасте 46 лет. Мы рассказали эти тяжелые истории жизни великих и очень талантливых спортсменов не с целью отбить желание заниматься спортом, а наоборот. Предостеречь вас, дорогие зрители, от необдуманных поступков, которые потом могут сломать жизнь и карьеру, и помочь трезво оценивать свои силы и возможности, какими бы талантливыми спортсменами не были. Кила, рюхи, завороток – все это названия древнерусских забав, которые стали прародителями современных видов спорта. Они были незаслуженно забыты, но сейчас появились те люди, которые их возрождают и вспоминают. Сегодня у нас очень интересное интервью. Мы говорим об этноспорте, и говорим мы об этом вместе с руководителем клуба «Русских забав» «Ватага-1317» Иваном Якуниным. Иван, привет! Здравствуй! Расскажи, в первую очередь, что такое «Ватага-1317»? Что это за клуб? «Ватага-1317» образовался у нас небольшой кружок друзей, который постепенно разрастается, потому что друзья зовут друзей, друзья друзей. Мы занимаемся игровыми, традиционными видами спорта, традиционными играми, которые были на Руси. Без оглядки каких-то регионов нам интересно все. Основных четыре у нас как раз направления – это молодецкие забавы, это конкурсы, которые всегда проходили на Масленицу, на какие-то праздники, где можно было показать удаль, силу, где-то сноровку. Они были короткими, интересными. Развиваем мы «Рюхи» – это старинная игра про родитель городков к келу, веселую игру с мячом. И в последнее время пытаемся собираться, иногда боремся по борьбе за вороток, традиционной русской борьбе. В ближайшее время мы договариваемся с Федерацией этноспорта, хотим провести как раз семинар по борьбе за вороток с теми, кто вот эту борьбу уже знает, наверное, в наше время лучше всех, чтобы они приехали, рассказали вживую, а не какие-то статьи в интернете или ролики. Мы организовываем поездки на какие-то фестивали. Опять же, мы стараемся кооперироваться вместе, опять же, сообщаем, друзья, подтягивайтесь там. Мы планируем, например, на Бакшевскую масляницу мы ездили, штормовать крепость в феврале. И мы вот приглашали всех, кто хочет, собирали народ на машинах. Ну, на машине. У нас шесть человек оказалось. Доехали. Первый раз? Ну, в принципе, мы организовываем все время локальные. То есть, если где-то окажется большой праздник, о котором мы только узнали, или какой-то фестиваль, который нам интересен, мы в группе бросаем клич, и ни от кого не отказываемся. Мы с удовольствием будем рассчитывать машиноместа от тех, кто хочет ехать, а не просто там в наличии есть три машины, и все остальные по боку. Нет. Расскажи, вот этноспорт, это, я так понимаю, это лапта, все вот старорусские забавы, которые как-то забылись, да, и сейчас их возрождают. Да, почти. Этноспорт – это совокупность игр, совокупность всех развлечений, каких-то поединковых забав, просто забав традиционных у различных народов. Народ, у которого есть своя забава, он вкладывает в нее свое мировоззрение, какое-то свое мышление, восприятие окружающей среды, и от этого некоторые забавы, очень даже похожие, могут различаться нюансами, кажешься, но очень существенными. Поэтому по традиционным играм, по традиционным забавам, которые составляют вот эту совокупность этноспорта, можно узнать о народе и его изучать. Ну, этнографы многое восстановили, о многих забавах знаем, а часть забав просто стала неинтересна, часть игр стала, наверное, уже неактуальна с появлением спортивных каких-то игр, которые многие и оказались, ну, перенятыми с этих забав. Часть этноспорта, дисциплин до сих пор живые в лапту, играют у нас до сих пор в школе, еще в наше время играли в лапту, хотя народная лапта, она несколько отличается от спортивной, но это, наверное, только хорошо. Мы живем, мы меняемся, и с нами традиции, они тоже принимают какие-то формы, которые удобны для своего времени. Много забав или этнических игр, которые совсем недавно только перестали существовать в игровой форме, ну, по большому счету, они очень долгое время держались среди детворы на улицах. Борьба. Национальные виды борьбы до сих пор живы, до сих пор процветают, это видно особенно на народах Якутии. У них традиция сильна, возможно, это некой изолированностью от общего, скажем, мира связано, но их народы проводят чемпионаты, у них очень интересно, у них есть борцы, они об этом рассуждают, разговаривают. Часть такой, ну, русская традиционная борьба за вороток, она, наверное, только восстанавливается. Федерация этноспорта, она в какой-то момент была утеряна как, ну, массовое развлечение. Четыре основных направления мы также выбрали по принципу наибольшего охвата, чтобы интересно было всем. То есть молодецкие забавы, это небольшие конкурсы, которые раньше устраивались, на удаль посмотреть парней. Есть целовальные забавы, это где с девушками можно устраивать, это хороводы, еще там очень большой пласт, для нас он совершенно новый, мы только сейчас поняли, почему мы все время отрезаем вот этих девушек, устраиваем только то, что вот можно там для парней. И сейчас начинаем изучать, искать эти конкурсы, чтобы нам было еще веселее. Небольшие молодецкие забавы, ну, конкурсы, это, например, снятие шапок, когда нужно снять шапку с противника, не дать снять себя. Это такая, нет, прям снять, лучше снять, в руке держать, вот, то, что сбить, это уже получатся какие-то оплеухи, есть, это прям отдельная забава, можно найти, вот, а тут нужно снять. Боксеры очень часто выигрывают в эту забаву, потому что у них уже отработан удар, а тут чуть-чуть выше носа просто схватил. Рюхи. Рюхи у нас, как мы сами шутим, это забава для, это игра, похожая на аристократичных англичан, которые ходят, играют в крикет. Задача, у нас есть скалбы, скалбы это бита, она должна быть, раньше делали по пупок. Весит она обычно от 1,8 кг до 2,5-3 кг сейчас. А в царской России, когда устраивали эти забавы, до 16 кг, то есть до пуда доходили. Я не знаю, кто мог кидать такие скалбы, потому что уже 3 кг за игру значительно так напрягает руку. Есть два города, 5 на 6 метров, в которых стоит 60 рюшков. Рюшки это небольшие чурки, они где-то 8 сантиметров высотой, 5 сантиметров, наверное, в диаметре. И задача из своего города, кидая скалбы по 2, выбить все, и выбить рюхи из чужого города. Чья команда быстрее выбила, та и выиграла. Она интересная, она захватывает, очень часто только ее обсуждают, но в то же время она вот именно как домино во дворе раньше было. То есть можно что-то обсудить во время этой игры, там жены приходят посмотреть. Очень классный, хороший досуг. Главное, это интересный досуг. Завороток. Четвертое наше, скажем так, направление, которое мы именно активно развиваемся, это как раз для борцов, уже больше для спортсменов и для тех, кто все-таки больше любит индивидуальный спорт. Чем она отличается от других видов борьбы? Фиксированный хват на вороте у нас есть, и вторая рука, которую не надо ей ничего фиксировать, она наоборот должна быть свободна. Схватить противника второй рукой можно только, если проводишь атакующий прием. Провел, отпустил. То есть все время балансируют на одной руке борцы. Задача, соответственно, уронить своего соперника. Мы не ставим себе целей прогреметь на весь мир, но мы хотим, чтобы в Клину и в Градском округе уже теперь мы, в Клину и во всем нашем районе русские забавы и традиционный вид спорта стал движим, независимым только от нас, то, что, как сейчас, что мы организовываем, то и происходит, а чтобы там во дворе, например, дети играли в Киулу или рюхи появились там между какими-то районами, независимо от того, хотим мы это или нет, можем прийти или нет, чтобы это стало нашим клинским достоянием. По сути, возродить традицию. И при этом не упираться именно в реконструкторство. то есть, если есть какое-то новшество, которое только приукрашает игру, мы не будем против. У нас нет задачи вот бегать в портках, в лаптях и просто вот носиться. Есть спортивные принципы, тоже почему бы не использовать. Расскажи, как попасть вообще в ваш клуб, куда надо обратиться, что делать, чтобы, если вот вдруг кто-то сейчас захочет, мы сразу заранее им скажем, что, вам нужно ВКонтакте в группу зайти. Желание. Нужно только желание, немного свободного времени, которое при желании как раз тоже находится, и посмотреть, пока мы есть только в группе ВКонтакте, мы от нее отходим. Так она и называется, русские забавы, клин, не добавлено. Там всегда у нас актуальная информация, где мы собираемся, когда собираемся, какие мероприятия у нас планируются, есть описание игр, фотографии, можно даже просто посмотреть, прикинуть, под любым постом написать или в письмах, там в группах есть письма, ну или даже посмотреть, не обязательно нас уведомлять, приходите, если вы видели, что есть анонс мероприятия, значит, оно пройдет в любом случае, у нас давно уже прошел тот момент, когда мы могли не собраться по какой-то причине, сейчас у нас все так в этом, да, стабильно все проходит, все, что обещали, то и делаем. Да, мы все работаем, мы вкладываем свои деньги, свое время, свои усилия для этого, и единственное, что мы требуем от приходящих, это настроение хорошее, ну и желание, и все. Друзья, а в следующем сюжете я вам расскажу, чем же еще можно занять себя на самоизоляции, если не учитывать фильмы, сериалы, спорт и книги. Всем привет! Вы наверняка пересмотрели уже все фильмы и сериалы, прошли курсы вышивания и делаете уборку в доме не хуже, чем клининговые компании. В общем, переделали все, что можно. А я вот за последнюю неделю был в квест-комнате, строил легендарную французскую крепость Каркасон, прокладывал пути и сообщения для поездов по всей Европе и даже раскрыл несколько преступлений 19 века. Как же я это все сделал, не выходя из дома? Все просто, я играл в настольные игры. Когда слышишь словосочетание настольные игры, в голове всплывают названия Монополия, Мафия и Активити, но это лишь самые распиаренные в России игры, не отражающие все многообразие мира настольных игр. В этом видео я хочу рассказать вам про те настольные игры, которые нравятся мне и моим друзьям, и которые точно скрасят ваши домашние вечера. Погнали! Первая настолка подойдет для тех, кто сидит на самоизоляции вдвоем. Дуэльная игра заслуженно собравшая множество наград, в которые вам нужно будет собрать свою великую цивилизацию. И называется она Семь чудес дуэль. Каждый игрок в начале партии становится правителем своей цивилизации, которую он в течение трех эпох должен развивать. Кто справится с этой задачей лучше, тот и победит в игре. Каждая эпоха состоит из специальной колоды карт зданий, которые разделяются на семь типов. Производство сырья коричневые карты, производство товаров серые карты, гражданские здания синие карты, научные здания зеленые карты, торговые здания желтые карты, военные здания красные карты, гильдии фиолетовые карты. В свой ход игру должен выбрать одну из доступных карт и разыграть ее одним из трех способов. Первое построить здание, второе сбросить карту и получить за нее монеты, и третье построить чудо света. Победить можно по-разному. Можно мирным путем, застраивая столицу своей цивилизации разнообразными постройками, которые в конце игры принесут вам победные очки. Второй вариант агрессивный. Война тоже один из способов победы. Наращивая военную мощь с помощью красных карт мы передвигаем специальный бегунок на военном треке все ближе и ближе к столице соперника. Как только бегунок достигает последней клетки, цивилизация противника считается уничтоженной. Третий вариант научная победа. Чтобы победить в науке, необходимо собрать научные карты с шестью разными символами. Как только игрок набирает шесть символов, игра автоматически завершается. Вы спросите, а почему игра называется Семь чудес? Все просто. Кроме обычных зданий, каждая цивилизация может построить и чудеса света, которые дадут вам неплохое преимущество перед противником. Но и построить их не так-то просто. Это настолько мой личный фаворит. В этой игре никогда не происходит так, что все идет по плану. Продумывай каждый свой ход, строй великую цивилизацию и побеждай противника. Следующая игра настолько, ставшая классикой. Каркасон. Игра, разработанная в 2000 году, но так и не потерявшая своей ценности. Подойдет как для детей, так и для взрослых. Игроки по очереди тащат квадратики с частью карты и должны поставить его к уже лежащим на столе квадратикам по принципу домино. То есть, замок должен соединяться с замком, поле с полем, а дорога с дорогой. После того, как игрок поставил свой кусочек карты, он имеет право поставить на него своего рабочего, но разместить рабочего можно в разные места. На поле, на храм, на замок или на дорогу, где ваш рабочий будет бандитом. За каждое место, где оказался ваш рабочий, вы получите определенное количество победных очков. Например, дорога считается построенной, когда начинается и заканчивается перекрестками. Остальные примеры подсчета очков вы найдете в правилах. Игра заканчивается, когда заканчиваются свободные квадратики с картой. Carcassonne прекрасно подойдет как для двух человек, так и для большой семьи. Детям же будет 100% интересно посоревноваться с родителями за звание лучшего строителя средневековья. Эта игра также круто подходит для семейных вечеров. Красивый арт, простые правила и увлекательный геймплей. Все эти качества выбрала в себя игра Imaginarium. Imaginarium, как становится понятно из названия, игра на воображение. Каждый игрок в начале игры получает специальные жетоны для голосования, а также по 6 карт, закрытые на руки. Каждая карта это уникальная картинка, нарисованная художниками специально для игры. Каждый ход один из игроков становится ведущим. Ведущий загадывает ассоциацию на одной из своих карточек, говорит эту ассоциацию вслух остальным игрокам и выкладывает на стол загаданную карту рубашкой вверх. После того, как ведущий загадал ассоциацию, остальные игроки ищут среди своих картинок наиболее подходящую под загаданную фразу и выкладывают также в центр стола рубашкой вверх. Ведущий перемешивает скинутые карты и выкладывает их в открытую в ряд. Теперь основная задача остальных игроков – угадать, какую именно из выложенных на столе карточек загадал ведущий и проголосовать за нее. Каждый игрок выбирает жетон для голосования с нужным номером и кладет рубашкой вверх. Когда все приняли решение и проголосовали, карточки для голосования переворачиваются и происходит подсчет очков. Важно придумывать такие ассоциации, чтобы было сложно определить вашу картинку, так как если все поймут, какую карту вы положили, победных очков вам не видать. Но и не переусердствуйте, если вашу карту никто не выберет, вы также останетесь без очков. Нужна золотая середина. Вот и все. Очень интересная игра, развивающая воображение. Единственная, играть в нее не очень интересно, если у вас меньше 4-х человек. Но если у вас большая семья, то эта игра мастхэ. Дальше у нас идет необычная, но очень интересная игра. Заваривайте чай, открывайте чертоги разума и вспоминайте дедуктивный метод. Следующая настольная игра. Шерлок Холмс. Детектив-консультант. Вы юный детектив Лондона викторианской эпохи, которому суждено раскрыть 10 таинственных преступлений, а помогать вам будет сам Шерлок Холмс. В коробке с игрой вас ждут 10 книг расследований, 10 выпусков газет, справочник Лондона, карта Лондона и правила игры. Разложите перед собой карту Лондона, справочник, и возьмите первое дело и газету, которая издана той же датой, что и дело. Все, приступайте к расследованию. Расследование проходит так. Вы открываете первое дело и зачитываете начало, в котором изложена суть произошедшего. На основе полученной информации вы выбираете возможных подозреваемых и хотите поговорить с ними лично. Тогда вы открываете справочник, ищите нужное имя и находите его адрес. Затем вы возвращаетесь в книгу первого дела, находите параграф с этим адресом, и как будто вы пришли к подозреваемому, зачитываете то, что происходит с вами на месте. Получаете новую зацепку и таким же образом продолжаете расследование до тех пор, пока ваша версия произошедшего не будет готова, и вы сможете предъявить обвинение. Эта необычная игра действительно увлекает на долгие часы. К тому же в нее можно играть одному. Но не думайте, что все так просто. Авторы постарались на славу и создали 10 увлекательных историй с очень закрученным сюжетом. И только самые внимательные смогут распутать все дела Англии 19 века. Вот такой получился ролик о настольных играх. Пишите, какие настолки из этих понравились вам, и в какие играете вы. Не скучной самоизоляции. Пока. На сегодня у меня все. Не забывайте подписываться на нашу страничку ВКонтакте. С вами был Руслан Козлов. Пока.